Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня мы будем рисовать с вами вот такую картину. Использовать можно как гуашь, так и акрил, что вам удобнее. И перед началом, как всегда, хочу напомнить подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также заглядывайте в мой инстаграм и группу вконтакте. Все ссылки будут в описании. И сначала хочу сказать пару слов о холсте. Это фирма Art Quadrum. Я покупала ее впервые. И, если честно, они меня очень порадовали. Правда, холст 25 на 35 сантиметров стоит 300 рублей. Для кого-то это, возможно, дорого. Для меня это дорого. Я не покупаю обычно такие дорогие холсты. Всегда покупала Vista Artist, но чем дальше, тем хуже. У них холсты провисают, как бы вы там не пытались вбить колышки. В общем, качество, если честно, совсем не очень. А этот холст мне понравился. Это не реклама. Мое личное мнение, если увидите такие холсты, то можете смело брать. А теперь уже переходим к работе. Фон я закрашиваю с помощью синтетической кисти размер 16, цвет акрила лесная зелень. Если честно, эта работа не планировалась под мастер-класс. То есть, это одна из немногих картин, которые я рисовала для себя. Я очень давно хотела попробовать нарисовать петушка и, возможно, повесить его себе на кухню. Так что получилось не совсем пошагово, не совсем поэтапно. Я буду постоянно возвращаться назад. Закрасила весь фон и, естественно, не забыла про боковые стороны. Теперь перехожу к гребешку. Использую для этого красный цвет, белый и ежевичный. В моем случае можно взять фиолетовый. Сначала полностью закрашиваю красным цветом гребешок, частично мордочку. А потом начинаю добавлять уже тени и свет с помощью различных оттенков. Кстати, хотела напомнить, что у меня есть полностью бесплатный курс обучения рисованию с нуля. Там я рассказываю о том, как смешивать цвета, какие кисти использовать, какие материалы подойдут в начале вашего творческого пути. Так что, если вам интересно, то обязательно заходите, смотрите. Ссылка будет в описании. Кстати, я не сказала, какую кисть использую. Это круглая синтетика, размер 4. Отталкивайтесь от размера вашего холста. Берите кисти, которые будут вам подходить. То есть, чем больше холст, тем крупнее кисти. Музыка. 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 Теперь я смешала красный и ежевичный цвет. Получила более темный оттенок и начинаю добавлять тени, объем. Музыка. 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 Потом смешиваем красный и белый. Делаем то же самое, добавляем светлые участки и так прорабатываем моську нашего петуха, пока результат нас не устроит. Советую не делать сразу слишком темных цветовых пятен, начните со средних оттенков и постепенно затемняйте, так проще. Теперь можно воспользоваться кистью единичкой, либо взять кисть нулевого размера и добавить небольшие штрихи, детальки, например белым цветом добавить блики. Также сразу можно наметить глазик петушка, для глаза я буду использовать желтый цвет и черный. В каждой своей работе я использую кисть единичку и она у меня просто невероятно сильно топорщится. Я уже пыталась ее и в кипяток опускать и что только с ней не делала, она все равно топорщится, но это единственная кисть единица, которая у меня есть. Я никак не могу дойти до магазина и купить другую. И в общем каждый раз я мучаюсь с этой своей кисточкой, которая топорщится в разные стороны. Может быть вы знаете как исправить эту ситуацию, как сделать так, чтобы кисть вот так вот не шерстилась. Обязательно напишите мне в комментариях, потому что я правда люблю эту кисть. То есть у меня есть кисти, которые я использую практически всегда и я не хочу их менять. Они мои любимчики, но в то же время я постоянно с ней мучаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе я уже закончила с моськой, так что возьму круглую кисть размер 12. Также советую сменить воду и если у вас сильно запачкалась палитра, то ее тоже можно помыть. Но воду меняем обязательно. И переходим к самому интересному, к такому очень легкому этапу, творческому, где вы можете просто расслабиться и позволить своей руке делать то, что она хочет. Будем рисовать туловище петуха, то есть перья. И это действительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Я там еще доделываю пару штрихов на моське. А теперь нам надо полностью закрасить туловище. Я смешиваю белила и буквально капельку сиены натуральной, либо можете взять охру. Закрасим все туловище, а потом начнем с помощью разноцветных мазков добавлять перья. Причем здесь вы можете использовать практически все цвета, которые у вас есть. Если вы обратите внимание на уже готовую работу в верхнем углу, то увидите, что там присутствуют и оранжевый, и красный, и синий, и коричневый, и зеленый, и желтый. В общем, практически вся палитра цветов. Главное делать такие прерывистые штрихи, мазки, которые будут имитировать у нас перья. Дальше, наверное, будет проще смотреть, чем объяснять. Я наношу все цвета, как я вам сказала. И в самом конце просто добавляю сверху белым цветом перья финальные, только предварительно белые немного развожу водой. То есть, чтобы на эти перья были как будто бы слегка прозрачные, чтобы из-под них виднелся нижний слой. И, в принципе, тот же совет, что и был с мордочкой. Не надо сразу добавлять слишком темные цвета. Делайте это постепенно, наслаивайте от более светлых, переходя к темным. В принципе, вас же никто не подгоняет, так что вы можете сделать один, два, три слоя. Чем больше слоев, тем интереснее будет выглядеть работа. И, конечно, не забывайте о том, что вы всегда можете добавлять детали по желанию, какие вы хотите, сколько угодно, менять работу под себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok